Жизнь человека довольно противоречивая штука. И да, как бы нам не хотелось встретить, если не счастливый, то хотя бы понятный и предсказуемый конец, судьба пишет свою картину, оставляя в истории следы поступков, стремлений и чьих-то надежд. А первая история не будет образцом хэппи-энда. В конце нулевых в городе Апатиты компания молодых алкоголиков, как всегда, развлекалась в квартире пятиэтажки. Среди них был 21-летний Александр Новиков. Во время разговора с друзьями Саша признался, что он всегда хотел проверить, что с ним будет, если он прыгнет с балкона своей квартиры. Никто из друзей не настаивал, но Александр все-таки отважился на этот поступок, оправдывая себя тем, что он всегда хотел стать каскадером. Собутыльники взяли за телефоны и включили камеру. Тот самый прыжок стал хитом начала десятых и навсегда застолбил за собой место среди самых безрассудных и глупых поступков. К счастью, прыжок с 15-метровой высоты был с мягчевыми ветками, растущими внизу березой. И, упав на землю, экстремал отряхнулся и пошел обратно в квартиру. Позднее про каскадера-любителя даже сделали репортаж в программе НТВ. В ней он признался, что относится к поколению, которое было уже утрачено из-за яги. Алкогольный напиток, который был популярен в то время. Кстати, ребят, не употребляйте, это очень вредно. Саша не стеснялся того, что он является фанатом пьяного образа жизни, о том, что он перепробовал едва ли не все в своей жизни и с какой-то жуткой гордостью показывал могилу своих друзей, которые погибли из алкоголя. Даже наличие токсического гепатита не остановило Александра. И хотя он прекратил употреблять энергетические напитки и коктейли, от водки он себя так и не избавил. Рано или поздно такой образ жизни должен был привести к плохому концу. Что и произошло в 2020 году. В 30-летнем возрасте Александр Новиков был найден мертвым в своей квартире. Друзья утверждают, что причиной смерти стал царос печени. Выводы очевидны. В 2015 году появилась крылатая фраза, которую будет знать каждый пользователь интернета. Ты втираешь мне какую-то дичь. Два мужика довольно бомжеватого вида обсуждают какой-то трэш. Один говорит другому, что забродившая моча может стать эффективным удобрением, а второй отказывается от того, чтобы отдавать какие-то средства за нечистоты. Общая атмосфера ролика навевает какие-то странно смешные ощущения. И это неудивительно. Отрывок был взят из артхаус фильма для Монкул. Удивительно то, что вне данного мема автора фразы практически никто не знает. На самом деле Константин Ступин был уже давно известен в узком кругу. И занимался он музыкальной деятельностью. Люди называли его Ступа и знали, что если сегодня в афише числится его коллектив «Ночная трость», то вечер точно будет жарким. Настоящий панк, оторва, культурный плебей. Как только не называли Ступина. Он сумел соединить в себе всю противоречивость человеческой сущности. Он был довольно начитан и образован, но почти каждый концерт мог закончиться пьяным дебошем со сломанными инструментами. В 1987 году Ступа создал свой коллектив «Ночная трость», который уже в своем названии прячет насмешку над обществом. Константин навел много шума. Часто он был единственным представителем немосковской группы в фестивалях. В его текстах было много грязи, распутство. Группу запрещали, но никто не отрицал таланта Ступина и его умение зажечь публику своим пронзительным баритоном. Константин действительно имел все шансы стоять звездой постсоветского рока, но в зависимости от алкоголя и запрещенных веществ возобладали над ним. Он стал воровать, вести еще более безответственный образ жизни, за что неоднократно угождал за решетку и провел там практически половину жизни. Также он написал много своих лучших песен и, вернувшись после заключения в 2013 году, возобновил свою музыкальную деятельность, но не извлек уроков из прошлого. Ступин ушел из жизни в 45 лет, не отказавшись от проклятия панка и так полностью не раскрыв свой потенциал. Со времен появления полноценного интернета прошло уже не так мало времени, но есть мемы, которые объединяют целые эпохи. В 2014 году на Аргазинском водохранилище молодой человек застал спящего рыбака. Лежа прямо на льдине, его вообще не беспокоила окружающая температура и то, что половина его торса вываливалась из-под одежды. Убедившись, что с рыбаком все в порядке, оператор пошел дальше. Но в тот же день он выложил видео, потому что что-то подсказывало ему, что это будет хит. Тем самым рыбаком оказался Сергей Кузнецов. И тогда он отмечал со своим другом на водохранилище закрытия рыбацкого сезона, где они немного перебрали с алкоголем. На следующий день, приехав домой, мужчина привел себя в порядок и, как обычно, пошел на работу. Сергей работает охранником. И на смене, встретив группу быстрого реагерения, он сперва не мог понять, почему с него смеялись. А оказалось, что видео настолько залетело, что несоставившийся рыбак моментально стал звездой, с чем ребята его и поздравили. Бать, я нормально? Нормально все? Ах! Нормально, говорю все? Бать, я нормально? Нормально все? Ах! Бать, что, нормально? Нормально, говорю все? 2014 год оказался для Сергея Поворотным. И нет, это никак не связано с мемом. В тот год он потерял свою маму, а его состояние здоровья заставляло желать лучшего. И он решил взяться за себя. Ранее, работая кузнецом и занимаясь спортом, он быстро сжигал калории. Сам Кузнецов признается, что в лучшие времена он мог съесть 200 пельменей и сжечь все в зале или во время игры в хоккей. Сейчас же мужчина просто заставил встать себя с дивана. Он отказался от транспорта, ходит пешком, гуляет с собакой и делает упражнения. И не поверите, он потерял более 100 килограмм. Сегодня Сергей продолжает выполнять свои служебные обязанности. Он очень легко и с юмором относится к своей медитности. И даже когда его узнают случайные прохожие, он никогда не отказывает в совместной фотографии. Вам знакомо ощущение, когда праздник прошел мимо вас? Следующему герою это точно не в новинку. 1 сентября 2005 года в городе Калуга состоялись традиционные линейки. Ученица первого класса Ася Петряева оказалась в курьезной ситуации. Сидя на задних партах за рюкзаками, девочка не услышала команды своего руководителя, а когда все вышли, оказалось, что класс закрыли. Учительница не углядела маленькую Асю, и только на улице, пересчитав детей, женщина поняла, что что-то пошло не по плану. Вернувшись в класс, она увидела заплаканную и перепуганную девочку. И тут же отвела ее к остальным детям. Каждому школьнику досталось по шарику, и к тому времени, когда Ася пришла, шары закончились. Это еще больше ввело в уныние горе первоклашку, и журналисты, находившиеся на месте, увидели эмоции Аси и спросили, что случилось. Никакого праздника меня сначала закрыли, потом шаре не дали, ничего не есть. Возможно, об этой истории так никто бы и не узнал. Но в 2010 году бас-гитарист группы B2 опубликовал видео в Ютубе. И с тех пор цитата «никакого праздника» стала легендарной. Что же касается самой девочки, то появление мема никак не повлияло на ее жизнь, разве что однажды ее пригласили на шоу «Пусть говорят» с Малаховым. В остальном Ася вела обычный образ жизни. Она закончила школу, филологический факультет Калужского государственного университета, но по специальности работать не захотела. Сама она утверждает, что ее призвание – организовать крупные мероприятия, сотрудничать с творческими и известными людьми. Сейчас Асе 26 лет. Она предпочла остаться вместе со своей семьей и очень благодарна родителям за то, что они никогда не принуждали свою дочь заниматься чем-то конкретным. И предоставляли ей полную свободу действий и выбора. Ася никогда не отказывалась от своего прошлого. И то курьезное событие оставило после себя только смешные воспоминания, которые согревают ее в минуты грусти. Друзья, если вам понравились истории, подписывайтесь на мой телеграм-канал YouTube. Там будет еще больше интересного контента, который вам точно понравится. С вами был Мемпросвет. Не забывайте про лайки. Будьте в курсе мемных новостей.